Юродивый Гавриил Оргебадзе. Преподобный исповедник. Часть третья. До перевода из тюрьмы в психоневрологическую больницу на последнем допросе присутствовал тогдашний министр внутренних дел Эдуард Шеварнадзе. И он задал отцу Гавриилу такой вопрос. Зачем ты сжег, Гавриил, портрет Ленина? Отец Гавриил ответил. Слава подобает Христу Богу, а не этому мертвецу Ленину, корню большого зла. Такой ответ очень возмутил находящихся там партийных работников, а один генерал гневно сказал, что мы слушаем его, настоящего сумасшедшего. Или какое нам дело до того, что скажут люди? Его убить надо, а то если дать волю, он и нас сделает христианами. Отец Гавриил на это ответил. Дай Бог, чтобы так случилось. Бог всем хочет спасения. И может среди вас тоже есть души, которые можно спасти. Может не зря я сидел в тюрьме и не зря ведете вы меня в сумасшедший дом. Однажды в личном разговоре с нами отец Гавриил сказал, даже вспоминать тяжело о днях пребывания в сумасшедшем доме. Тюрьма по сравнению с ним была гораздо легче. После четырех месяцев пребывания в тюрьме отца Гавриила перевели в психиатрическую больницу. С отцом Гавриилом врачи обращались оскорбительно, злонамеренно. Его и здесь часто избивали. Чтобы превратить его жизнь в сплошной ужас, измученного побоями священника, впустили в палату самых реактивных душевнобольных. Мы знаем от отца Гавриила, что когда ему давали пить лекарства, физическое сопротивление было бесполезно, потому что это привело бы к худшему. Он тайком, чтобы врачи не заметили, вырывал его, тем самым защищаясь от вредного действия медикамента. Два месяца держали его в так называемой палате реактивных больных. А с наступлением третьего месяца составили более коварный план. Его закрыли в маленькой комнате с одним психическим больным. В комнате были две кровати, маленький стол, унитаз и кран. Прогулки и свидания запретили. Еду давали через маленькое окошко в двери. Отец Гавриил рассказывал нам об этом. Господь вразумил меня, и я сразу понял, в чем дело. Они решили меня с ума свести. Потому что когда целыми днями и ночами смотришь на одного человека, тебе по неволе передадутся его поведение и характер. Поэтому, чтобы не смотреть на него, я всегда сидел к нему спиной. И, опустив голову, читал Иисусову молитву. Иногда он подскакивал ко мне и начинал бить или отнимал еду. И тогда я оставался голодным. Я не оказывал ему никакого сопротивления, только прикрывал лицо и защищался, повернувшись к нему спиной. Как и указал Господь, отца Гавриила освободили через семь месяцев. Его арестованного 1 мая 1965 года, 19 ноября 1965 года выписали из психиатрической больницы домой. Божья воля превыше всего, но нельзя не отметить заслуги патриарха Ефрема II и академика Авлипия Зоробашвили. Когда отца Гавриила перевели из тюрьмы в психоневрологическую больницу, у патриарха Ефрема зародилась надежда на его освобождение. И он попросил помощи у известного академика Авлипия Зоробашвили, с которым его связывали доверительные отношения. Академик Зоробашвили был богобоязненным и уважающим церковь человеком, хотя и скрывал это в душе. Однажды в беседе со мной профессор Шио Ониани вспомнил, что как-то раз, войдя в Сионский собор, помолиться, увидел господина Авлипия в земном поклоне и усердно молящегося перед нерукотворной иконой Спасителя. Господин Авлипий был одним из известных и ведущих специалистов в психоневрологической области медицины в Советском Союзе и за рубежом, и одним из руководящих специалистов в Грузии. Господин Авлипий, как специалист своим высоким авторитетом, вмешался в дело и с осмотрительностью взялся за вызволение отца Гавриила из заточения в психиатрической больнице. Осмотрительность была необходима господину Авлипию, так как правительство не должно было заподозрить его в какой-либо личной заинтересованности. Не то это могло кончиться тяжелыми последствиями даже для известного академика. Советское правительство намеревалось навсегда заточить отца Гавриила в психоневрологическую больницу, но в действительности не они решали его судьбу. Не для этого сохранил Господь жизнь своему верному слуге. Господь способствовал этому делу и поэтому всяческие человеческие усилия пронесли свои плоды. Отец Гавриил через три месяца выписался из психоневрологической больницы домой. Советская психиатрия составила удивительное заключение. Выписка. Из медицинского заключения Грузия, СССР, Дбилисская городская психоневрологическая больница, управление здравоохранения, Дбилиси. Больной Оргебадзе Годердзе Васильевич, рожденный в 1929 году, образование шесть классов, стационирован в психоневрологическую больницу 18 августа 1965 года, переведен из тюрьмы для принудительного лечения. Диагноз «психопатическая личность, предрасположенная к психопатическим срывам шизофренического характера», выписался 19 ноября 1965 года. Согласно анамнезу, в возрасте 12 лет ему померещился злой дух с рогами на голове. Больной утверждает, что во всем плохом происходящем на свете и в мире виноват лукавый. С 12-летнего возраста начал ходить в церковь, молился, покупал иконы, изучил церковную письменность. В 1949 году был призван на военную службу. Даже находясь там, свободное время проводил в церкви. По средам и пятницам ничего не ел. Начальники и солдаты со смехом слушали его бред. В среду Иуда за 30 сребреников предал Христа, а в пятницу еврейские священноначальники распяли его на кресте. Как выясняется из дела, он в 1965 году, 1 мая, в день демонстрации, сжег большой портрет Ленина, который висел на здании Совета Министров. На допросе заявил, что сделал это для того, чтобы якобы там должна висеть картина о распятии Иисуса Христа, что нельзя обожествлять земного человека. Возникли сомнения в его психическом здоровье, вследствие чего он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Обследованием установлено, у больного нарушена ориентация в пространстве, окружении, времени, тихо бармочет про себя, верит в существование небесного бытия, Бога и ангелов. В беседе главная ось психопата направлена на то, что все происходит по Божьей воле. В отделении держится отдельно от других сумасшедших. Если кто-то заговорит с ним, обязательно упомянет Бога, ангелов иконы. Совершенно не критичен к своему состоянию. Проведена аминосинофразия и терапия, после чего прошел комиссию. Акт стационара, 1965 год, номер 42. Председатель комиссии, кандидат медицинских наук, был выписан из больницы 19 ноября 1965 года. Мать взяла его домой. Это будто бы отрицательное заключение со стороны психиатров является доказательством боголюбия и избранности отца Гавриила. Удивительно, что ученые-психиатры под видом медицинского заключения дают описание богоугодной жизни отца Гавриила. И власти охотно довольствуются этим. Вот так, когда в человеческую жизнь входит воля Божия, непременно случаются явления, которые поражают наш разум. Отец Гавриил говорил, вера укореняется в нас через благочестие и претерпение испытаний. И если она не породит в тебе дух преданности и жертвенности во имя Христа, знай, что ты еще далек от истинной божественной веры. Исповедничество было проявлением истинной веры отца Гавриила. И эта вера восстала и обличила беззаконие, имя которому культ великого вождя. Насильник американского монастыря во имя преподобного Германа Аляскинского, монах Герасим Элиэл, узнав об отце Гаврииле, посетил его в 1991 году в Грузии. Его воспоминания об отце Гаврииле заканчиваются так. «Наш последний вопрос, который мы дерзнули задать отцу Гавриилу, был следующий. «Правда ли, что о вас говорят, будто вы сожгли портрет Ленина?» «Да». «Но почему?» – спросили мы. Он совершенно простодушно ответил примерно следующее. «Я пастырь, и Бог доверил мне заботу о его овцах. Они воздвигли идола и хотели, чтобы люди преклонялись перед ним. Это тип антихриста, похожий на человека или больше на зверя. Коммунисты хотели воздать ему почести, принадлежащие только Богу. Я не мог допустить, чтобы это продолжалось. Отец Гавриил благословил нас, и мы уехали, будучи свидетелями триумфа новозаветной церкви в наше время». Для освобожденного из заключения отца Гавриила по сражайшему требованию советской власти были перекрыты все пути для служения в церкви. Сан священника ему оставили в неприкосновенности, однако в церковном служении ему было отказано. Из-за такого принуждения отец Гавриил на литургиях и других службах в Сионском кафедральном соборе присутствовал вместе с прихожанами и причащался наряду с другими, как мирянин. Сионские прихожане его очень любили. К этому времени принадлежит одна известная история из жизни отца Гавриила. «У одного из верующих, который принадлежал к Сионскому приходу, скончался член семьи, и в день похорон он взял отца Гавриила для отпевания. Отец Гавриил отпел покойника. К началу похорон полил дочь, как из ведра. Заволновался родственник покойного, ненастья делала невозможным похороны умершего. Решили переждать, но погода не улучшалась. «Что делать? Как хоронить такую погоду?» Волновались одни. «У нас нет другого выхода. Подождем еще, прояснится, не может же дождь лить бесконечно, — говорили другие. И вот когда все находились в такой напряженности и неопределенности, к отцу Гавриилу подошел родственник покойника. И то ли от растерянности, то ли от доверия к нему сказал, «Отче, помогите нам чем-нибудь». Отец Гавриил вышел в такой ливень на улицу, воздвиг руки к небу и с краткой молитвой стал умолять Господа. Как только он произнес молитву, ливень тотчас же прекратился. Эта удивительная история произошла в родном квартале отца Гавриила, и она неизгладимо осталась в людской памяти. Вновь продолжил суровые подвиги отец Гавриил, строго соблюдая пост. Когда знакомые верующие приносили к нему домой гостинцы, он все до единого относил матери или сестрам, или же нуждающимся соседям. Он очень любил святого Макария Египетского, и можно сказать, в одном частном случае их поступки были даже одинаковыми. Известно, что святой Макарий Египетский питался сухарями, которые хранил в кувшине с узким горлышком. В таком, чтобы кисть руки входила туда, а полный сухарями кулак нельзя было вытащить. Вот так малым сухарем довольствовался святой Макарий раз в день, как отец Гавриил любил говорить «от вечера до вечера». Отец Гавриил поступал примерно так же, но с одним небольшим отличием. Сухари у него были помещены в большой миске, подвешенной к потолку, на тонких цепях, на такой высоте, что достать их можно было только стоя на цыпочках. И еще отец Гавриил также только раз в день принимал пищу, сухари и воду, от сумерек до сумерек. Это были годы полного умерщвления страстей в жизни отца Гавриила. Плоть должна была стать дружественным попутчиком души на пути служения Богу, приближения к Богу и единства с Ним. А в годы этого высокого служения отец Гавриил скрыто от людей носил тяжелые вериги на теле. Засыпал он или на низком стуле, или в своей келье-церкви, или в упомянутой яме, похожей на могилу. Часто, почти постоянно, как мы знаем от его сестер, слышался его плач или причитание, с чем мать отца Гавриила никак не могла свыкнуться и очень скорбела об этом. Жизнь отца Гавриила в условиях советской власти была чрезвычайно трудной. Его постоянно вызывали в силовые ведомства, в надежде взять его на испуг и заставить покориться. Однажды было и так. Настоятеля архимандрита Парфения за свою проповедь вызвали в Тбилисский отдел службы безопасности. И вот именно в те дни этот добрый и благодатный священник встретил отца Гавриила. Отец Парфения с печальным видом сообщил ему свою историю. Он даже выглядел немного испуганным, на что отец Гавриил сказал, «Не печалься, батюшка, мне постоянно приходится ходить туда, но вот ничего со мной не случилось». Это было сказано с напускной легкостью для подбадривания отца Парфения. В действительности же дело обстояло совсем по-другому. Мы знаем от сестер отца Гавриила, что несколько раз после такого посещения отец Гавриил возвращался домой страшно избитый. Были случаи, когда его так избивали, что он не мог двигаться, и членам его семьи звонили, «Приходите, заберите вашего священника». Приходила мать, измученная несчастьем сына, сама наоборот благодарила и на нанятой машине или с помощью близких увозила сына домой. С этого времени отец Гавриил начинает такую жизнь, которая была весьма болезненной для него. Он в глазах многих людей должен был выглядеть душевно больным. Он внешне для видимости отказался от своих любимых, установившихся жизненных правил, но внутренне всегда оставался почитателем, служителем этих правил. Ему пришлось в замену единения быть среди людей и взвалить на себя шум и суету сего мира, взамен безмолвия громко проповедовать на улицах. Ему, скромному и застенчивому человеку, дерзкой под видом придурковатого человека, развязно поступать и разлагольствовать на рынках и в разных общественных местах. Если он до сих пор строго воздерживался от вина, то теперь выпивал в присутствии людей на виду у всех и прикидывался пьяницей и развязным человеком. Святитель Иоанн Златоуст говорит, труднее всего вступить на путь героизма, дальнейший труд намного легче. Ее родство, создание образа глупца перед людьми и правду требует удивительного героизма, а начало этого героизма – великую духовную силу и облагодатствованный разум. Здесь нельзя допустить ошибки, так как действуя ошибочно, личность предстает глупцом не только перед людьми, но и перед Христом. Человек, служение которого лишено истинной духовной силы, навлекает на себя кару за большую безбожную дерзость, а это полная погибель для души. Ее родство – это служение, которое мощнейшим образом склоняет человека к отсечению всякого земного конформизма, к полному смирению и прохождению своего земного бытия только перед Богом. Никогда влечение души не должно прилагаться к тем, воспринимаемым как глупость деяниям, которые этот служитель умышленно совершает перед людьми, но только к подвигу, совершаемого ради образа этого служения, ради блага собственной души, ради ближнего. Для ясности этих слов вспомним три различных по содержанию случая из жизни отца Гавриила. Однажды отец Гавриил стоял перед своей кельей и смотрел сверху на свой монастырь. В руке он держал полную бутылку вина и стакан. По двору ходили несколько человек, которые пришли для осмотра монастыря или посещения святого места. Отец Гавриил наливал жидкость из бутылки в стакан, притом так, чтобы они видели, и громко, провозглашая тост, поступал таким образом, чтобы его приняли за пьяного, и ради этого до конца выпивал стакан. Все смотрели удивленно, а один молодой человек особенно пристально и агрессивно наблюдал за отцом Гавриилом. Отец Гавриил за короткое время выпил несколько тостов, что присутствующие воспринимали по-разному. Некоторые улыбались или смеялись, а затем продолжали путь. Некоторые взглянули, тотчас же отводили глаза, а этот молодой человек стоял неподвижно и не отводил взгляд. Так прошло 10-15 минут, после чего этого человека отец Гавриил позвал к себе. Тот, настороженно и немного растерянно, поднялся по лестнице. Отец Гавриил изменился, перестал юродствовать и, показывая свое внутреннее истинное лицо, встретил этого человека. Отец Гавриил молча налил ему из бутылки в стакан красную жидкость и строго сказал «Выпей, ближний мой». Он до конца выпил протянутый стакан и с каждым глотком на его лице отражалось все нарастающее удивление. Эта жидкость оказалась вишневым соком, разбавленным водой. Отец Гавриил взял у него стакан и спокойным голосом сказал «Не суди всякое создание Божие. Если я стану осуждать тебя или посчитаю, что я лучше тебя, я буду мерзок перед Господом. Помни об этом, ближний мой, и ступай с миром». Молодой человек спустился по лестнице, испытывая чувство неловкости и благоговения. Так вел себя отец Гавриил для того, чтобы создать образ юродивого. Другая история, которую я хочу вам рассказать о том, что значит юродствовать во имя блага собственной души. Многим известно, что в ранние годы, когда отец Гавриил взвалил на себя бремя юродствования, он часто ходил по городу, по Тбилисским улицам, босой, нищенски одетый и с латунным венком на голове. Люди, которые видели отца Гавриила в таком состоянии, развлекались этим зрелищем и нацмехались над ним. Нам казалось, что все это было деянием, свойственным юродству. Но когда мы узнали от отца Гавриила о его внутреннем намерении, поняли, что ошибались, так как это деяние совершалось не только ради того, чтобы юродствовать, показать себя глупцом. Отец Гавриил, ведя с нами беседу об ужасности высокомерия и необходимости смирения, так разъяснил нам причину этого поступка. Когда мне казалось, что я важная персона или же я лучше других, тогда и поступал таким образом. И когда люди надо мной надсмехались, смирялся и видел, что я за дрянь. Третья история касается образа юродства, к которому весьма и весьма часто прибегал отец Гавриил ради ближнего. Мы вспомним лишь одно из множества подобных случаев. Одному из моих духовных братьев я часто рассказывал об отце Гаврииле. Я говорил им, что он не только не заблудший, как тогда думали о нем некоторые, а поистине великий, богоугодный отец. В доказательство этого я рассказывал ему о многих случаях, увиденных и пережитых лично мною. И вот однажды этот мой духовный брат выразил желание, чтобы я повел его к отцу Гавриилу и заодно попросил меня, если я не буду против, взять с собой одного своего духовного брата. Я с радостью согласился и мы назначили день. В условленный день мы приехали из Тбилиси в Мцхету. Прибыл в монастырь Самтавра, мы почтительно поднялись по лестнице, ведущей келью отца Гавриила. Произнеся молитву молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, спросили позволения войти в келью. Отец Гавриил ответил Аминь, разрешил нам войти. Войдя в келью, я удивился. Отец Гавриил еродствовал. Я подошел, взял благословение. То же самое повторили мои спутники. Отец Гавриил указал гостям садиться на стоящие там низкие стулья, а мне указал сесть у его не ожидал еродствования монаха, так как в предыдущие дни несколько раз приезжал к нему и он вел себя обычно. Хотя никто не мог сказать, когда он опять начнет еродствовать. Только он один ведал перед Богом, когда и по какой причине взяться за это богоугодное служение. Так произошло и в этот раз. Я нервничал, что братья, которых я привел, не поймут еродства отца Гавриила и это смутит их. Отец Гавриил велел мне подать вино, которое стояло тут же в келье и начал пить. Он еродствовал. Можно сказать, что такого поведения от отца Гавриила я еще не видал. В частности, он просил меня налить вина, затем заслонить его так, чтобы мои спутники не видели. Но каким образом это сделать, я не понимал, потому что отец Гавриил произносил эти слова громко, так, чтобы мои спутники слышали. Кроме того, его келья была слишком маленькой, чтобы скрыть от гостей какое-либо его действие. Он вел себя, как человек, напившийся до потери сознания, как пьяный, произносил слова, предложение не заканчивал, кричал и местами примешивал непристойные слова. Каждый раз, произнеся такое слово, прикрывал рот рукой и говорил, «Ой, что у меня вырвалось? Что со мной происходит?» Каждый раз, произнеся эти слова, он оборачивался к одному из духовных братьев и говорил ему, «Прошу прощения». А когда я по его велению наливал ему вино, он как будто под моим прикрытием незаметно выпивал, оборачивался к другому духовному брату и говорил, «Ты же не видел? Значит, я не пил?» Эти обращения он иногда дополнял такой фразой, «Разве можно такому быть священником?» Я сидел и говорил себе, «Отец Гавриил знает, что делает, доверься и не волнуйся». И еще, я молился про себя, чтобы братья, которых я привел, не соблазнились при виде этого. Но глядя на все происходящее, я не знал, насколько это было возможно. Так прошло примерно 30-40 минут. Отец Гавриил выпил 4-5 стаканов вина и при этом повторил упомянутые фразы и действия. Вдруг все изменилось. Отец Гавриил перестал юродствовать и принял такой вид и облик, как будто человек, секундой раньше похожий на пьяного, не был отцом Гавриилом. Это был уже настоящий отец Гавриил. Тихий, сильный, глядевший, говорящий с присущей ему удивительной глубиной. Он посмотрел на обоих братьев, приведенных мной и тихим, повелительным голосом изрек. Я вижу их с потиром в руке. Потом призвал каждого к себе и поотечески наставил. Прежде всего он обоим сообщил о маленьких деталях их будущей жизни, а одному из них дал икону равноапостольной матери Нины и сказал «Эту икону всегда носи с собой и не разлучайся с ней, ближний мой. И благословение святой Нины и я всегда поддержим тебя во всех испытаниях». Затем он благословил нас троих и пожелал мира отпустил домой. Мы вышли из кельи. Я чувствовал себя неловко, так как думал, что несмотря на такое удивительное перевоплощение отца Гавриила в конце, мои спутники не смогут понять всю сложность его юродствования. Оказывается, я ошибался. Выйдя из кельи, я услышал сзади восхищенные голоса обоих братьев. «Хвала Господу! Какого великого отца мы видели! Мы ведь уже не верили, что можно в наше время обрести такого отца!» Они, обрадованные, даже благодарили меня. Я удивленно смотрел на обоих и понял, что отец Гавриил совершил в них какой-то переворот. И я был рад, что они не посчитают меня заблудшим или прельщенным человеком». Вот так обрадованные и счастливые спустились мы по лестнице и после некоторых проявлений эмоций оба брата начали рассказывать свою историю. Первым рассказал свою историю назовем его отец Дмитрий. «Уже больше месяца как во мне началось какое-то странное борение. Свою супругу я очень люблю и думаю всегда относился к ней с уважением. Но последнее время каждый день из-за каких-то пустяков без всякого повода злюсь на нее, а иногда броню непристойными словами. Потом прихожу в себя очень переживаю и извиняюсь. Вырвалась по неволе, не знаю, что со мной происходит, но потом опять и опять повторяю то же самое. Много нервничаю, молюсь и священнику рассказал на исповеди, он не причастил меня, даже наложил эпитемию, но ничего не помогает. Вот сейчас, когда мы были у отца Гавриила и он бронился, я точно увидел себя. Мне стало очень стыдно и я раскаялся в своем поведении, так как догадался, что он изобличал именно меня, глядя на меня и говоря, ой, а что у меня вырвалось, что со мной происходит? Когда отец Даниил закончил свой рассказ, другой брат продолжил. А вы знаете мою историю? Еще три недели не прошло сороковин моей сестры, я очень тяжело пережил ее потерю и с горя начал тайком пить. Питью я прячу в моей спальне около постели, так, чтобы мои родители не видели и не слышали, а то они бедные этого не переживут. У них остался один только я и если увидят, что я спился, не перенесут этого. Я хочу бросить. Много раз пытался сделать это, вижу, что разрушает меня, но ничего не получается и к священнику не могу пойти на исповедь. Мне стыдно, как я, взрослый человек, скажу ему, что каждую ночь выпиваю тайком, один, пьянею и так засыпаю. Когда ты наливал отцу Гавриилу вино, и он говорил, заслони меня, чтобы не видели, как я пью, а потом смотрел на меня и говорил, ты же не видел? Значит, я не пил. Это прямо задевало мою совесть и я догадывался, что это был я. Посещение отца Гавриила благодатью его божественного служения, которое выразилось в смирении и мудром действии, оба брата с того дня освободились от недугов. Один больше не говорил своей супруге оскорбительных слов, а второй не выпивал тайком. Тогда мы, восхищенные, не заметили одного обстоятельства. Отец Гавриил время от времени говорил, а разве можно такому быть священником? Мы думали, что отец Гавриил говорил это о себе по поводу своего поведения, но нет, ни один из вышеописанных поступков не был связан с ним. Они относились к моим духовным братьям. Эти слова касались их в том смысле, что им, будущим духовным лицам, не подобало жить таким образом. Когда он перестал юродствовать и принял свое настоящее отеческое лицо, он сказал то, что точно предвидел в отношении обоих. Я вижу экспатиром в руке. После смерти отца Гавриила в течение нескольких лет оба посетителя стали духовными лицами. Сегодня они являются благочестивыми и достойными сыновьями Святой Православной Церкви. Это было счастье побывать у отца Гавриила, у этого великого отца. Счастлив был и я в тот день. Ее родство, выставление себя безумцем во имя Христа по учению Церкви, признано самым трудным и высоким подвигом в православной аскезе. Ее родство это подвиг, в котором подвижник во имя Христа представляет себя безумцем и грешником перед людьми мира сего. Он, чтобы представиться безумцем и грешником, внешне скрывает свой ум. Этот божественнейший дар Творца и ради Христа, ради любви к нему отказывается жить по правилам добродетельной жизни, заповеданной ему на земле. Е родивый умышленно совершает такие деяния и внешне живет по таким жизненным правилам, которые порочат его перед людьми и отсекают от мира, потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеком. Е родивый, глубоко осмыслив бытие перед Богом, что заключается в строжайшем отказе от мира сего, а ради Христа, полностью отрешен от всяческих приходящих интересов и выгод. Для него смысл земной жизни заключается только в одном. На земном пути обрести Христа, оказывая посильную помощь ближним, дабы и они приблизились к Богу. Е родивый непоколебимо обличает этот мир и его темные дела, поскольку, отстранившись от земной жизни, он силую Христовую побеждает во зле лежащий мир сей и всю его неправедность, возвышаясь над земной жизнью. В нем отсечено и отвергнуто всякое семя страшного духа конформизма, который олицетворяет земную любовь и восстает против Бога. Этот дух заставляет человека постоянно уступать душу, правду, истину в обмен на плоть, власть, почести, богатство и эгоистическое спокойное существование. Для еродивого неприемлема какая-либо форма слияния с этим миром, как с приходящим, и поэтому он всегда избегает адаптации к нему в каком-либо виде. В самом деле жестоко поразителен этот подвиг, так как прожить на этой земле единожды дарованную жизнь человеку, который выставляет себя перед людьми сумасшедшим, глупым и заблудшим и является опороченным и отринутым ближними, каждого из которых любит как самого себя, поистине высочайший и неотмерный подвиг. Отец Гавриил как будто был рожден для этого. Его старшая сестра вспоминала в беседе с нами. Нет, мы его не понимали. Он с детства был человеком другой особо тонкой души. Когда его рукоположили в священнике, народ по обычаю верующих людей по-своему уважал его, а Гавриил, приходя домой, входил в церковь и душераздирающе плакал. Однажды дверь церкви была открыта, я услышала плач. Вошла и обеспокоенно спросила его, Васяков, брат, почему ты так плачешь? У тебя что-нибудь не так? А вы знаете, что он ответил? Сестра, Христос родился в хлеву, а меня народ уважает и целует руки. Думаю, очень трудно понять его такое смирение. Он отрочества, пронзенный любовью Христа, все желал для него, а для себя не хотел ничего. Еродство это Богом благословенный, неземной, совершенно другой язык, не воспринимаемый ни этим миром, ни нашим земным восприятием, рациональным разумом. Еродство это жительство удивительным образом в этом мире, которое невозможно понять, если не откроет его человеку сам благословитель этого подвига, Бог, или же сам несущий этот подвиг святой, вне зависимости от наших заслуг. Этот язык является совершенно чуждым для нашего земного восприятия. Не только чуждым, а даже противоречащим разуму, который мы приобрели от мирского воспитания и который называется общественной культурой и образом жизни на земле. Еродивый не противостоит культуре, нравственности и порядку. Нет, просто он своей удивительной святостью и неотмирностью стоит выше всякого определения правил и норм культуры и нравственности. Он своим служением обличает и выносит наружу недуг, который затаился в этой нашей культуре и нравственности, наших правилах и нормах и который называется фарисейством и ложью. Он обличает нас, что для нас болезненно, но ради любви к нам старается вывести нас из того неподобающего состояния, которое называется самодовольством, высоким мнением о себе и эгоизмом. Он ради возбуждения в нас раскаяния показывает нам наши тайные греховные стороны, которые мы скрываем в обществе под видом благочестия и внешней нравственности, чтобы эта скрытность и нежелание искреннего раскаяния перед Богом не обратилось бы для нас вечное наказание. Истинный еродивый это небесный человек, который живет в нашей немилости и который усердно трудится для нашего же спасения. Несмотря на то, что отец Гавриил скрывал свою натуру и смирялся из-за его удивительной благодатности, любви, смирения, доброты, мудрости, пророчества, прозрения, сокрытого в людях, многие духовные светские лица проникались к нему уважением и благоговением. Они видели человека, который казался глупцом, но в то же время он прозревал людские помышления, тайные дела, прошлое, настоящее и будущее, как людей, так и явлений. Мы вспомним о случаях прозрения отцом Гавриилом прошлого, настоящего и будущего при совершении юродских поступков. Иногда якобы в состоянии опьянения, каких в его жизни было много. Матушка Теброния вспоминает. Я была в городе Загорске, Россия, у отца Наума с просьбой дать мне духовный совет. Это был личный вопрос. Когда я вернулась в Грузию, посетила Самтавра и встретилась с отцом Гавриилом. Он сидел в Орешнике, он попросил меня отвезти его в келью. Я вела его под руку и когда мы подошли к келью, он посмотрел мне в лицо и сказал Теброния, «Чего ты ездила в Загорск? Я не мог сказать тебе об этом, что ли?» И он точно слово в слово повторил то, что мне сказал Наум в Загорске. Я застыла в изумлении. Он отпустил руку и вошел в келью. Это о прозрении прошлого. Однажды наш духовный брат Атар Николаишвили вместе с другими людьми сидел у отца Гавриила за трапезой. Отец Гавриил выпил три стакана вина и начал поступать так, будто бы страшно пьяный. Атар немного растерялся от такого поступка отца Гавриила и подумал про себя, а не напился ли монах на самом деле? Только он подумал об этом, как отец Гавриил, будто падая со стула, прислонился к Атару и так, чтобы никто не слышал, совершенно трезвым голосом тихо сказал ему на ухо. А сейчас посмотри в сторону ворот и войдут наши братья из Нахаловки. И действительно, через 10 минут в ворота монастыря вошли четыре человека, жившие в районе Нахаловки, которые почитали отца Гавриила и были духовными братьями Атара. Теперь о предвидении будущего. Было около 11 часов. Отец Гавриил сидел перед кельей и вел себя по-своему, по-юродски. Проповедовал. Во время этой проповеди по лестнице кельи отца Гавриила поднялась женщина. Она остановилась на некотором расстоянии и смотрела на отца Гавриила. Это длилось около 15 минут. Затем она повернулась и начала спускаться по лестнице. Отец Гавриил сидел спиной к женщине, но как только она начала спускаться по лестнице и прошла две-три ступени, отец Гавриил вдруг обернулся к ней и крикнул «Сестра, горе, горе, Израиль, Израиль» и схватился руками за голову в знак скорби. Женщина ненадолго остановилась, но затем продолжила путь и скрылась. Той ночью Саддам Хусейн неожиданно стал бомбить Израиль. Были жертвы. На следующий день женщина опять пришла к Гавриилу. На этот раз просить прощения. Оказывается, она слышала от верующих об отце Гаврииле, что в Мцхете в женском монастыре Самтавра живет великий монах-прозорливец и решила «Пойду-ка посмотрю, если он действительно такой, уверую Бога и начну ходить в церковь». Она пришла и увидела человека, которого можно было принять за сумасшедшего и сказала себе «Нет, эти верующие не в своем уме. Кому верят? Этому? Я не смогу стать такой, как они». Слава Богу и отцу Гавриилу, что она стала верующей». Отец Гавриил не занимался только и целиком подвигом юродства. Многие полагали, что он был юродивым отцом, но это не совсем так. Это тяжелое мучительное бремя юродствования отец Гавриил время от времени использовал для сокрытия своих дарований, потому что были большие периоды, когда он начинал жить своей настоящей внутренней жизнью. Тогда он совершенно не был похож на простого смертного. В это время он почти не выходил из кельи. Его общение с посетителями ограничилось только благословением, и если его ничего не спрашивали, сам не говорил ни слова. В это время он лишь изредка нарушал молчание по необходимости, когда в ближнем, которого любил как самого себя, без какой-либо подсказки с его стороны, угадывал боль и невзгоды. Он заговаривал с ним именно на эту тему, иногда тихо и мягкосердечно, иногда тихо, но строго. В такие минуты не было человека, пусть даже смелого, сердце которого не преисполнилось бы страхом и почтительностью, потому что было ясно, что ты стоишь перед большим старцем. Взваливая на себя время от времени бремя юродства, отец Гавриил получал от этого двойную пользу, монашескую и жизненную. Жизненная польза заключалась в том, что, разыгрывая сумасшествие, он тем самым унял гнев и постоянный контроль советской власти, этого ярого богоборца, который не давал ему жить. И вторая монашеская польза заключалась в том, что многие считали его душевно больным. Многие уважали его, но это было уже в последний год его жизни, когда его величие уже не смогло укрыться. Однако многие, несмотря на благословное расположение к нему, осторожничали и держались в стороне. Знаешь, я думаю, лучше соблюдать некоторую дистанцию. Береженого Бог бережет. Мы в самом начале говорили и сейчас продолжим мысль, что после освобождения из заключения жизнь отца Гавриила полностью изменилась. Он остро и болезненно столкнулся со множеством жизненных вопросов. Пожалуй, самым болезненным для него было увольнение из церкви. Известно, что святейший Ефрем Второй принимал активное участие в освобождении отца Гавриила из заточения. На личностном уровне между ними царило глубокое уважение, но здесь одержал вверх безбожный коммунистический режим. Это было их строжайшим требованием. Отец Гавриил все прекрасно понимал, но все же это решение очень уязвляло его боголюбивое сердце. Он остался без средств. Из-за тяжелых материальных затруднений он, как сам говорил, начал столярничать. Он изготавливал красивые изделия из дерева, столы и стулья, и так физическим трудом добывал средства к существованию. Так продолжалось некоторое время, а затем он, преследуемый режимом и службой безопасности, чем были напуганные члены его семьи, взвалил на себя жестокий подвиг юродства. А в результате власти отстали не только от него, но и от членов его семьи. Отец Гавриил оставил дом единственное в то время место его пребывания и вдобавок к юродству начал жить на кладбищах. В течение пяти лет зимой и летом палящую жару он жил под открытым небом, ютясь на кладбищах. В этот период, после освобождения из заключения в 1966 году и до назначения священником монастырь Самтавра и семинарию 1971 год, отец Гавриил непрерывно подвязался на кладбищах. А всего его жизнь на кладбищах, в течение которой он нищенствовал для пропитания, продолжалась до 15 лет. Только это было позже и короткими периодами. С 1972 года, когда его освободили от священнического служения в монастыре Самтавра и семинарии и до 1990 года окончательного поселения в монастыре Самтавра. Ходил он босой и нищенски одетый. Он изредка заходил домой, посещал свою любимую церковь келью и скоро уходил. Это были жесточайшие годы в его жизни. Борьба против собственных духовных и плотских страстей. Служение ради того, чтобы путем очищения неразлучно обрести единственного желанного для него Христа. Пищу, достаточную для моего пропитания, мне давали на кладбищах, рассказывал он нам. Родственники, приходившие с приношением на могилы своих близких, угощали меня. Некоторые, увидев меня сами, подзывали и подавали. К некоторым шел я сам, и они, увидев мою нищету, ничего не жалели. Я годы прожил ближний мой на кладбищах и не помню ни одного случая неподобающего обращения со мною. Там я видел великую доброту и любовь. Вспоминается сказанное им во время этого разговора. Во время жизни на кладбищах Господь избавил меня от страха, ближний мой, и удостоверил в том, что человеку перед Богом нечего бояться, разве только греха. По субботам и воскресеньям он присутствовал на молитвах и литургиях и причащался вместе с мирянами. В это время отец Гавриил стоял на богослужении в полном монашеском одеянии, а после молитвы опять нищенский одетый ходил по улицам Тбилиси. Иногда по воскресеньям после литургии и причащения в многолюдных местах он громко проповедовал народу о Боге, спасении души и церкви. Во время таких проповедей вышедшие из храма отец Гавриил был в полном монашеском одеянии и его поведение и речь были далеки от образа юродивого. Эти проповеди не оставались незамеченными и часто все это заканчивалось арестом. Его задерживали на день-два в отделении, пугали, а потом отпускали. Бывали отдельные случаи, когда с ним обращались жестоко очень, жестко. Во время одной из таких проповедей народ, собравшийся перед Кашвете, почтительно уступил дорогу пожилому мужчине строгого вида, который внимательно слушал проповедь отца Гавриила. Когда отец Гавриил закончил проповедь, он сперва спросил имя, а затем обратился к нему. «Вы это говорите без подготовки или проповедуете заранее написанное?» отец Гавриил сказал. «Без подготовки, как дух подскажет». После такого ответа строгого вида человек достал из кармана записную книжку, написал маленькую записку, протянул отцу Гавриилу и сказал. Отец Гавриил «Это мой домашний адрес, когда пожелаете, приходите. Я хочу близко познакомиться с вами. Дверь моего дома всегда будет открыта для вас». Это был представительный мужчина Константин Гамса Хурдия, грузинский классик, великий писатель. Его увлекла проповедь отца Гавриила и ему захотелось непосредственно пообщаться и побеседовать с ним. Известно, что господин Константин был строгий человек и редко кому открывал дверь своего дома. В связи с этим можно предположить, что характерная для его личности строгость была обусловлена также и той осторожностью, которая для такого человека, как он в те времена, была крайне необходима. Константин Хамса Хурдия был человеком, чье сознание и убеждение носили в корне национальный характер. Он ненавидел коммунизм и далеко держался от тех, кто служил коммунистическим идеям. Правительство со своей стороны пристально наблюдало за каждым его шагом и выжидало, как бы улечить его в чем-либо, что послужило бы поводом для его личностного или физического уничтожения. По этим и другим причинам господин Константин с трудом, с большой предосторожностью открывал кому-либо дверь своего дома. В отце Гаврииле он увидел образ богослужителя, который внушал ему полное доверие. Его удивление вызвали проповедь и сила его слова, и он слушал до конца, не двигаясь. Когда отец Гавриилю родствовал, он ходил нищенски одетый. Иногда он ставил на плечо кувшин с выбитым дном, шел по улице и во всеуслышание громко говорил, поймите, люди, человек без любви похож вот на этот кувшин с выбитым дном, что не вливай в него, ничего в нем не останется, исчезнет бесследно. Поэтому возлюбите Господа Бога и ближнего, не то будет бесплодна жизнь ваша. Отец Гавриил до прихода в Санктавро в течение многих лет часто ходил на мусорные свалки и собирал выброшенные иконы и церковную утварь. Проявление неуважения к святыням в таком виде, к сожалению, в то время случалось часто, так как власти по-прежнему варварски разрушали храмы и люди по причине неверия и страха выбрасывали в мусор все имеющиеся у них церковные святыни. Все, кто в эти годы ходили на свалку, узнали отца Гавриила. Это были свинопасы и животноводы, которые собирали для скота выброшенный на свалке хлеб, что в то время было обычным делом. Никто не берег тогда эту богодарованную пищу. Наряду с поиском икон отец Гавриил мешками собирал хлеб, так как он договорился с этими людьми, если они найдут икону или какой-нибудь церковный предмет, чтобы не проходили мимо и сохраняли их у себя. А потом, когда опять встретятся, отец Гавриил выкупит найденные иконы или церковные предметы деньгами или хлебом. Так добыл он и собрал много драгоценных и более простых икон. Эти иконы он тщательно чистил и восстанавливал и с благоговением предоставлял им место в построенной им церкви кельи. Это дело требовало больших усилий и стараний. На протяжении многих лет таким путем, а также благодаря иным своим стараниям, у отца Гавриила накопилось много драгоценных икон в ковчегах и киотах и без них. Несмотря на то, что ему доставляло большое удовольствие смотреть на них, он все же со смирением принял следующее решение. Иметь такие драгоценные иконы это большая честь для меня. Лучше я пожертвую их патриарху. Пусть он предстоятель церкви распорядится ими. Известно, что отец Гавриил пожертвовал патриархией, в частности патриарху Святейшему и Блаженнейшему Илье Второму много драгоценных икон. Эти иконы из церкви келья отца Гавриила вывезли на трех машинах, которые послал сам патриарх. Это произошло в конце 1980 года. Отец Гавриил оставил себе простые по исполнению иконы. Тот, кто ни разу не видел церковь келью, построенную отцом Гавриилом, не может со всей полнотой понять, как он любил Бога. Если выражаться образно, это рай на земле, обитель, спокойствие. Все это строение в полном смысле этого слова, каждая его стена украшена и завешена святыми иконами и церковными предметами, большинство из которых найдены на свалках. Это божественный мир, созданный чистой и горячей любовью. Здесь, в этой церкви кельи находится большая икона Христа Спасителя. На ней во весь рост изображен сам Господь. Эту икону отец Гавриил заказал знакомому художнику. Условие было такое. Художник должен был поститься и так, соблюдая пост, писать икону. Условие было выполнено и все это время, пока художник писал икону, отец Гавриил каждый рабочий день находился у него. Когда икона была закончена, отец Гавриил нанял машину и припроводил икону в свою церковь келью. Старшая сестра отца Гавриила так вспоминала с нами эту историю. В тот день, когда должны были привезти икону, он был очень счастлив. Убрал церковь, заранее подготовил место, где должен был разместить икону. Икону привез на большой машине и обращался с ней осторожно и почтительно. Гавриил и художник внесли икону в церковь и повесили на подготовленное место. Мы, члены семьи, вошли за ними. Из-за того, что он был рад, мы тоже как-то радовались. Как только икону повесили на место, вдруг за секунду появился приятный запах, весь воздух пропитался приятным благовонием. Я поняла, что это явление было неспроста, не вытерпела и громко сказала, мне кажется, или действительно в воздухе стоит приятный запах. Когда и другие подтвердили это, у Гавриила на глазах появились слезы и он сказал, не кажется, это действительно так. Это знак того, что Господь соблаговолил прийти в мою церковь. Он стоял на коленях и так плача и радуясь, восвалял Христа. Власти решили разрушить эту церковь. Это было внешним проявлением внутренней борьбы властей против отца Гавриила. Слуги этого зла на духовном уровне не могли мириться с существованием отца Гавриила. Для них оставался тайным и непостижимым промысл Божий, который сделал невозможное по тем временам возможным и спас отца Гавриила от расстрела и пожизненного заточения в сумасшедшем доме. Известно поэтому, что многие слуги тогдашнего режима и вождя удивленные, озлобленные тем, что отец Гавриил остался живым и свободным, злились на себя и говорили «Это наша вина, мы сплоховали, иначе как этот священник так легко отделался?» Результатом этого гнева был то, что отца Гавриила часто вызывали в силовые органы, где его жестоко избивали. К этому гневу прибавлялось и то, что его никак не удавалось сломить и запугать. Они вновь и вновь видели в нем непоколебимую веру в Бога, непримиримость к вождю и коммунистическому строю. Результатом этого гнева внутренней ненависти красного режима к отцу Гавриилу говорим внутренней, потому что внешне как будто они оставили его живым. Было их новое решение разрушить церковь Келью, которая в то время была для отца Гавриила единственным местом на земле, служащим ему пристанищем и утешением. Четыре года прошло после освобождения из тюрьмы его и сумасшедшего дома. Власти как будто должны были забыть про отца Гавриила, но нет, не забыли. Время от времени изредка отец Гавриил навещал построенную церковь Келью, оставался там на несколько дней, и затем возвращался к своему жизненному укладу, жизни на кладбищах. Приходя в церковь Келью, он там долго не оставался, чтобы членом семьи, проживающим на том же дворе матери и сестре, которая уже была замужем и имела свою семью, вновь не создавать проблемы с властями. То, что он оставался на короткое время в церкви Кельи, было единственным житейским утешением в его горестной жизни. Здесь, огражденный любимыми стенами и кровом, отец Гавриил мог немного отдохнуть от тяжести жизни под открытым небом на кладбищах и несколько дней в спокойной и уютной обстановке молиться и прославлять Бога. И вот власти решили разрушить эту церковь и строго потребовали от патриарха Ефрема II самому совершить это. Он ваш священник, и сами позаботьтесь об этом. В субботу отец Гавриил пришел в Сионе, чтобы послушать вечернюю службу и во время воскресной литургии причаститься, как обычно, с мирянами. Богослужение проводил патриарх Ефрем II. До начала вечерней молитвы патриарх позвал отца Гавриила в алтарь и сказал ему, правительство очень злится из-за церкви, построенной тобой, и требует разрушить ее. Сейчас плохие времена, нельзя с ними тягаться, тебе лучше не гневить их и снести свою церковь. Услышав это, отец Гавриил пришел в ужас, растерялся, некоторое время стоял молча, потом собрался с силами и сказал патриарху, не разрушу, я не сделаю этого. Из-за того, что начиналось богослужение, патриарх не смог продолжить разговор на эту тему и сказал только, не надо сейчас говорить об этом, когда закончится молитва, тогда и поговорим. Молитва закончилась, священники не ушли, они знали, что происходит и остались послушать разговор. Патриарх Ефрем вышел из алтаря и позвал стоящего в храме отца Гавриила. Не упрямся, Гавриил, знаю, нелегкое дело, говорю, но это мое благословение, и ты должен исполнить его. Отец Гавриил обратился к патриарху с просьбой не поручать ему это дело, но святейший Ефрем требовал исполнения его благословения. Тогда отец Гавриил сказал, ты наш путепредводитель, и мы должны жить по твоему примеру. Покажи мне пример сперва сам, снеси свою молельню, а потом вели мне исполнить это дело. Если послушать этих безбожных, и крест заставят снять с груди, я не сделаю этого, как могу я собственноручно разрушить то, что сам построил во славу Бога. Эти слова смягчили сердце святейшего Ефрема, и он отступил от совершения этого дела. У святейшего Ефрема смягчилось сердце, но у партийных властителей нет. Произошла странная вещь. Через несколько дней после этого разговора отца Гавриила дома посетил его патриарх Ефрем Второй. Его сопровождали уполномоченный по делам религий, секретарь местного райкома и несколько милиционеров. Отец Гавриил как раз в это время находился в своей церкви Келье. Он вышел, почтительно встретил патриарха и с остальными гостями вежливо поздоровался. Святейший Ефрем отозвал в сторону отца Гавриила и попросил «Очень сердятся они из-за этой твоей церкви, Гавриил, и требуют разрушить ее. Поверь мне, сейчас плохие времена, не стоит с ними упрямиться, ломай, и когда придет время строить, тогда построй». Отец Гавриил уважил только Святейшего Ефрема, так как ему было неудобно видеть патриарха в такой неловкой ситуации. Он догадывался, что патриарх пришел сюда по принуждению правительства, поэтому он молча перед их глазами начал ломать прихожую церкви. Эта прихожая представляла собой две небольшие комнаты, ожидальную для людей столярную мастерскую отца Гавриила. Увидев это, представители правительства обрадовались и наслаждаясь некоторое время этим зрелищем, счастливые воротились назад. Патриарх Ефрем ушел раньше них. Отец Гавриил разрушил переднюю церкви, но саму церковь келью не тронул. Через несколько дней после этого он снова пристроил прихожую наподобие старой, только сравнительно меньшую. Представители правительства подробно сообщили об этом патриарху Ефрему и патриарх Ефрем позвал к себе отца Гавриила. Патриарх взволнованно встретил отца Гавриила и решительно сказал, но я же сказал тебе сноси. Говорил, что сейчас плохие времена, когда же придет время строить, тогда построй. Чего тогда рушил, если не собирался сносить до конца? Или зачем заново пристраивал разрушенное? Что я тогда разрушил? Это я сделал за вашего присутствия. Тогда было тяжелое время, и я разрушил. Прошло несколько дней, пришло время строить, и я построил. Что мне делать? Как мне разрушить то, что построил во славу Бога? За этот ответ патриарх Ефрем второй наложил на отца Гавриила в качестве эпитемии отлучения от святого причастия.